Доброго времени суток дорогие! С вами опять я Владимир Лосков и мой канал Дом Хозяйства Водухи Данка. Сегодня я хочу с вами поделиться своими почерпнутыми знаниями о свойствах вишни. Почему я решил это сделать? Понимаете, полный сад вишни. То есть у меня четыре дерева, обобрал три, собрал уже больше двенадцати бедер, раздал кому только возможно. Заполнили морозилки. Варенье сейчас уже особо никто не ест, потому что лишний сахар потом, скажем так, не совсем полезно. Ну и сейчас получается замороженное хватает, варенья не надо. Как можно ее еще сохранить? Можно, конечно, попытаться сушить, но это настолько сложно, настолько морозно, поэтому я решил ставить вино. Но прежде чем я расскажу, как я ставлю вино, допустим, вот я уже поставил сколько, четыре ведра вишни, и вчера еще, как же, три с половиной. Я хочу рассказать про полезные свойства. Почему именно так? Потому что меня удивило следующее. Вывез я три ведра, значит, на рынок, поставил там возле знакомой, сел в машину с ноутбуком, сижу, работаю. Три часа никому не надо. И цена ведра вишни два с половиной доллара, чтобы проще было считать в разных странах. То есть ее собрать только, наверное, никуда не стоит. Это в то время, когда она обладает такими ценными и полезными свойствами. Итак, наша красавица вишна содержит, прежде всего, витамины группы В. Это В9, В6, В2, В1. Витамин В тоже относится к витаминов группы В. Теперь витамин А, витамин С. Далее идет минеральный состав. Это кальций, медь, железо, магний, марганец, космос. Здесь написано, сколько в 100 граммах отсуточной нормы. То есть это крайне полезно и минеральным составом ягода. Далее идет наличие натрия и калия. То есть электролитов, которые водно-солевой обмен поддерживают. Ну и дальше калорийность ягоды показана. То есть здесь 100 грамм всего 5,5 нормы калорий на день. То есть это, в принципе, немного. А теперь смотрим то, что можно лечить с помощью ягод. Это, прежде всего, боли в суставах. Значит, используют именно антоцианы, которые содержатся в ягодах. А лечат артрит и артрозы. Дальше. Косметические свойства. Но я так понимаю, они обеснованы, прежде всего, витамином А. Машки из вишни отказывают благотворное влияние на кожу. Они дают упругость, блеск, мешают жирность и склонность к воспалению. Кровитворная функция. Ну, наличие большое количество витаминов и минералов позволяет продуцировать. Из минералов это, прежде всего, железо. Значит, наличие позволяет продуцировать именно гемоглобит. Поэтому кровитворная функция вот здесь вот стоит как полезное свойство. Улучшение работы мочеводелительной системы. В этих случаях применяют муку из ябросок или настойку из вишни, которые способны выводить небольшие камни из почек мочевого пузыря. Вещества антоцианиды. Так, уменьшение мышечной боли. Замечено, что те спортсмены, которые при тяжелых нагрузках используют вишневый стоп, гораздо легче восстанавливаются и не так болят мышцы. Это обусловлено антиоксидантными, противовоспалительными свойствами. Дальше. Уменьшает риск развития подачи. Заболевание связано с нарушением солевого обмена. Это уже то, что я говорил, что кальций, вернее, калий и натрий как раз в целевой обмен. И противопотребление вишни помогает избежать. Профилактика онкологических заболеваний. Благодаря антоциана, в частности, цианидин. Я извиняюсь, что это такие специфические. Я просто хочу показать свойства, сколько она полезна. Противовирусные свойства. То есть, благодаря... Ну, она позволяет снизить жар при кашле и бронхите. Витаминный состав богатый. Ну, и этим все как бы обусловливается, укрепляется организм. Дальше. Позволяет снизить вес. Клетчатки и пектины очень полезны людям, страдающим ожирением. Так как эти вещества вводят холектерин и, как бы, я так понимаю, прочищают сам кишечник. Дальше идут здоровый сон. Учеными установлено, что вишневый сок вполне заменяет снотворное. Объясняется, что он в составе плодов растения натурального гормона. Мелатонина. Который отвечает за периоды сна и бодрости. Вот видите, даже здоровый сон. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Ну, опять амигдалин. Значит, предохраняет инфаркт и сут. Атеросклероз. Тромбозы, флеботромбозы, тромбофлебиты. Дорогие друзья, я прошу прощения у вас в этой вишне за то, как я пытался прочитать все эти специфические термины. Но это было не для того, чтобы показать, что я там что-то лишнее знаю. Это было просто, чтобы, ну как бы, сделать акцент на то, насколько полезна эта ягода. Насколько ценно ее применение для человека. Естественно, есть кое-какие ограничения. Видео склонное к поносу. Ну, надо очень осторожно к ней относиться. И потом, с косточками есть. Ухранить нельзя. В косточках содержится вещество амигдалин. Которое при, насколько я помню, при разложении в желудке, упадаясь за счет оболочки разлагаться. Оно делится на два вещества. Одним из этих веществ является синильная кислота. Которая очень опасна к каждому человеку. Потому что с этим надо быть осторожным. Потом, в настойках, особенно в варенье, в компотах, если у вас были компоты либо варенье с косточкой, больше кода ни в коем случае нельзя держать. А лучше 6-7 месяцев максимум. С этим тоже надо очень осторожно относиться. И теперь, ну да, оптимально, конечно, заморозить. Но если нет больше емкости и нет желания ее сушить, что тоже крайне сложно, то вино является, как бы, таким своеобразным запасным выходом. Чтобы сохранить, ну, основную массу питательных веществ, основную массу минералов, витаминов. Ну, они, естественно, видоизменятся. Вы же понимаете, что, то есть, все полезные вещества, как бы, пройдут через дрожжевые грибки. То есть, они пройдут через брожение. Значит, дрожжи будут использовать сахар вишни, сахар то, что вы добавите. Но основной минеральный витаминный состав все равно будет крайне ценным и полезным. Это действительно натуральное вино, это действительно здоровье. Естественно, использоваться надо с умом, использоваться надо в норму. То есть, даже скажу больше. Любое вещество может стать вредным, если его использовать в нежелательно больших количествах. А при нормальном использовании это действительно полезный и ценный напиток. Спасибо за внимание. С вами был Владимир Лоскар. И мой канал «Дом хозяйств, отдых и заработок». В следующих видео я покажу несколько способов, как делать вина. Просто первое вино я собрал вишню в сухую погоду, а вторую вишню собрал дожди, дожди, дожди. И получилось так, что это сильно усложнило процесс делания вина. И все рекомендации пишут, что нельзя собирать по той же вино. Но если неделю дождь, два-две недели дождь, надо что-то как-то решать, как вы хотите с положением. Поэтому об этом следующий видео. Спасибо за внимание. Надеюсь, данная информация оказалась кому-то полезной. Подписывайтесь. Ставьте лайки. До следующих встреч. Удачи вам. Всего здоровья. Удачи. Удачи.